Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В прошлый вторник мы с вами затронули тему православной веры глазами протестанта. У нас в гостях был эксперт Юрий Григорьевич Смирнов, философ, педагог, помощник социального отдела Самарской и Сызинской епархии. Сегодня мы с ним вновь встречаемся для того, чтобы продолжить нашу дискуссию, наш разговор. Здравствуйте, Юрий Григорьевич! Здравствуйте, батюшка! В прошлый раз мы, к сожалению, только к концу передачи разговорились о соотношении священного писания, священного предания. Разговор мне этот видится очень важным, еще и в силу того, что у нас гуляют люди по парку Гагарина, по парку Дружбы. Раз их встречают люди в одинаковых белых рубашечках, с какими-то черными табличками, начинают что-то говорить на тему священного писания, и не только писания, а вообще на тему веры. Мне кажется, современное общество нуждается в определенного рода прививке, чтобы было что ответить. Мы как раз хотим сегодня вас, как эксперта в области протестантизма, поспрашивать о том внутреннем противоречии, которое у вас было, и которое вы разрешили в пользу православия. В прошлый раз мы с вами поговорили о соотношении писания и предания. Мне бы хотелось сегодня коснуться темы, вы, как вы в прошлый раз говорили, не рядовой протестант, вы были пастором, но я, насколько знаю, есть, например, определенного рода претензия к православной церкви. Она основана, опять-таки, на цитате, взятой из священного писания, который говорит так, что «никого на земле не называйте учителем». И претензия протестантских обществ, объединений к церкви часто православной строится на том, что почему у вас там батюшки, епископы, вы их называете отцами, отец Сергий, отец Алексий и так далее. Никого же нельзя, кроме Бога, называть учителем, но при этом есть некая противоречия. И в протестантизме мы тоже находим слово «пастор». Вот как разрешается это противоречие, недоумение. Знаете, батюшка, действительно, Христос, он, и эти слова его записаны в Евангелии, говорил о том, что «никого не называйте учителем, потому что у вас один учитель, никого не называйте отцом, потому что у вас один отец на небесах, и он имел в виду Бога, имел в виду себя». Но ведь уже в самих текстах Священного Писания мы видим как бы нарушение этой заповеди, потому что апостол Павел пишет в церкви, одной из церквей в своих посланиях, что «много у вас наставников, но один у вас отец, я, потому что я вас родил своим благовествованием во Христе Иисусе». Казалось бы, ну уж апостол Павел, неужели он заповеди Христа не знал? Вот тут мы как раз, вот этот вопрос, он ставит нас перед проблемой, как подходить к пониманию Священного Писания. Вот излишний буквализм, когда мы не в дух, не в дух проникаем, не дух улавливаем Священное Писание, но хватаемся за слова, вот, ловим на слове. Вот это неверный подход, такой вот законнический подход. Ведь когда Христос говорил, давал эту заповедь, он имел в виду, что в первую очередь, главный наш учитель — это Бог, и главное наше родство — это в Боге. И все, что происходит во Христе, все, что происходит в Его Церкви, вот, оно прославляет Бога, оно раскрывает нам Его учения, оно ведет нас в отношение с Богом, как с Небесным нашим Отцом. Вот, поэтому, вот, и это как раз вот, вот что важно, вот это он и подчеркивал. Поэтому и зачастую, когда мы сейчас наставников ищем вне Церкви, как раз тогда, хотя мы их не называем учителями, отцами, но как раз мы и нарушаем дух этого Писания, вот, на самом деле. — Но в этом смысле, если уж тогда буквалистски подходить к тексту, мы и родных родителей, да, отцом не должны называть. — Да, но мы же их называем. — Но мы называем их папой. — Конечно. — А как же тогда, вот, какую роль играет пастор в протестантизме? Вот, то есть, если он не наставник, не учитель для протестантизма? — Нет, конечно, он наставник, конечно, учитель, но как же без этого? — А когда как? — И называют его так, конечно. Ну, этот аргумент, он, в общем-то, используется только в упреках православия, а так-то тоже, и зачастую, и духовными отцами там называют в некоторых течениях. Ну, что касается функции пастора в протестантской общине, эта функция, в первую очередь, конечно, душепопечительская и учительская. Вы знаете, вот отличие, например, от православной церкви, отличие протестантского пастора от православного священнослужащего учительства заключается в том, что пастор не совершает таинства. — Вот это очень хорошая тема. Давайте тогда и перейдем. — Да, дело в том, что вот таинство — это некие вот, некие такие вот важные спасительные моменты, которые и образуют церковь. Через крещение мы соединяемся со Христом. Через Евхаристию мы свою связь с Христом поддерживаем. Вот, вы знаете, для того, чтобы таинства совершались, необходим священнослужитель, имеющий апостольскую преемственность. И мы можем об этом читать в Священном Писании. — Я, прошу прощения, думаю, что большинство зрителей не знакомы с выражением «апостольская преемственность». Давайте поясним, что это значит. — Ну, это означает, что вот Христос, Он апостолов своих поставил. Они рукоположили преемников, епископов. И так это дошло до наших дней, и сегодняшние епископы, они являются... — То есть, если вот эту генеалогию протянуть, то мы, в конце концов, упремся в хитон одного из апостолов. — Да, да. А далее в самого Христа. Вот, поэтому это очень важно. Например, в первом послании к Коринфянам апостол Павел, он пишет, он отделяет, например, служителей, и то, что мы сейчас называем... Он не употребляет это слово, но он говорит об этом. То, что мы называем мирян. Это третья глава первого послания к Коринфянской церкви. И он говорит, мы служители, а вы Божья Нива. Дальше он говорит, в чем разница. В начале четвертой главы он говорит, служителей нужно так разуметь. Мы — совершители тайн Божьих, то есть таинств. И только это. Священник, ну, вы, может быть, батюшка, лучше должны были об этом говорить, но раз вы меня спрашиваете, я скажу. Священник, он такой же христианин. Вот это протестанты подчеркивают, что разницы нету. Да, разницы нету. Такой же христианин. И так же спасается. Но есть одна разница, на которую указывает нам апостол Павел. Священник, он совершает таинство. Как он пишет, домостроитель тайн Божьих. И вот этот момент утерян в протестантских конфессиях. Утерян. То есть в протестантизме нет? Отвергнут. Нет, не крещения. Нет, это все есть, к сожалению. Да, есть крещение, есть и причастие, это все есть. Но это, понимаете, могло и не быть. Ничего бы не изменилось. То есть какого-то спасительной, смысловой нагрузки здесь благодатной нету. Это и есть, потому что поскольку протестант говорит, я верю в Библию, а в Библии это сказано, то им приходится это делать. Но какого-то значения принципиального в деле спасения нету. То есть чисто гипотетически можно не креститься. Да. А тогда каким образом человек становится христианином? Через покаяние и веру в Христа. Причем покаяние протестант понимает иначе, чем православный. Для православного человека покаяние – это дело жизни всей. А для протестанта это момент. Вот я покаялся, все, я спасен. Всем, вот я совершил молитву покаяния, ну сказал некую формулу. Ну естественно, желательно это искренне и с верой говорить. Вот, что Господи, прости меня, я грешен. И все, я уже праведник, я спасен, я буду точно на небесах. Вот. Для православного покаяние – это когда Христос говорит, покайтесь и веруйте. Православный человек мыслит, и отцы мыслят, как покаяние и вера – дело всей жизни. Ну то есть, если я правильно понимаю, для протестантизма покаяние – это некая цель? То есть, вот человек взял, пришел, прочитал. А для православного – это путь. Да. Для, скажем так, для протестанта – это не столько цель, сколько акт. Акт. Вот. Он этот акт совершил, и теперь он уже идет в небеса. То есть, в протестантизме – это нерегулярно повторяемые действия? Конечно, подразумевает, что иногда, если ты грешишь, нужно каяться. Но вот, в первую очередь, это то первое покаяние, после которого ты уже праведен, даже если ты грешишь еще. Но ты уже праведен. Бог твоих грехов как бы не видит, потому что Он тебе все простил вперед. Да, вернемся немножечко к таинству крещения, потому что это тоже такой один из краеугольных камней, об которой часто спотыкаются люди в понимании. Ну, в частности, есть протестантские общества – баптисты, анна-баптисты и так далее. Вот в православии крещение – это что? То есть, просто для того, чтобы пояснить для наших зрителей. И в протестантизме крещение – это что? Для православного человека крещение – это спасительный акт, когда человек становится, облекается в Христа, становится членом Церкви Христовой. Как вот Ной в ковчег спасительный вошел, он входит в этот ковчег спасительный через крещение. И вот при этом для протестанта крещение – это как… то есть, ничего существенного при крещении не происходит. В соединении с Христом именно крещением не происходит. Для протестанта он просто, если в душе поверил, он уже соединился с Христом. А крещение – как такой дополнительный атрибут. То есть, вот неплохо еще и креститься. Я этим как бы внешне заявляю, что я уже уверовал в Иисуса Христа. Поэтому, если вдруг этого крещения нет, то ничего страшного. Ну то есть, в самом крещении ничего не приобретается, чтобы было и без крещения у человека, если он поверил. В таинстве крещения человек, мы говорим, да, православные говорят о том, что человек именно рождается. Рождается для Бога, рождается для Церкви, рождается для самого Царствия Божия, рождается для самой вечной жизни. И одновременно в купеле умирает. То есть, там недаром слово такое красивое – таинство, да, то есть, мистификон. То есть, что-то происходит мистическое, таинственное, невидимое человеческому глазу. Когда человек в купеле умирает, ветхий человек упраздняется, по слову апостола Павла, да, и в то же время оживотворяется, оживает человек во Христе. То есть, происходит действительно, ну это вот, чтобы быть более понятным для телезрителей, да, это как отключение от матрицы, да, то есть, мы взяли, отключились и вдруг увидели мир реальными глазами. Хорошо. А есть еще какие-то различия в других таинствах, в понимании? Ну, наверное, главное таинство для православных после крещения – это причастие. Да, конечно. То есть, вот в чем фундаментальное отличие? Поясним сначала, что есть такое причастие, и в чем отличие подходов протестанта и православного. Ну, причастие – это причащение к телу и крови Христовым, и тем самым к самому Христу. Когда причастие или Евхаристия, когда в причастии, в святом причастии человек принимает дары, хлеб и вино, то есть, тело Христово и его кровь, то он вкушает тело и кровь как пищу, как говорил один из святых отцов, лекарство бессмертия, пищу, ведущую вечную жизнь. Он соединяется с Христом или питает свое единство с Христом. Вот для православного человека дары хлеб и вино причастия – это действительное тело и кровь Христовы. Да, хлеб не перестает быть хлебом, но также он является непостижимо для нас и телом Христовым. Наши внешние органы это не чувствуют – обоняние, осязание и так далее. Но верой мы эту правду воспринимаем, эту реальность. И вы знаете, в Евангелии-то об этом сказано. Сам Христос сказал, кто не будет есть мою плоть и пить мою кровь, не имеет жизни вечной. И вот знаете, парадокс в чем? Протестанты, говоря о том, что они верят, как написано, они в это не верят. Дело в том, что в Евангелии, где Христос это говорит, он как раз и предполагая, видимо, что в это трудно поверить буквально, он там употребляет слово, он говорит, ибо тело мое истинно, истинная пища, и кровь моя истинное питье. И вот это слово истинное в древнегреческом языке, оно и означает на самом деле, в реальности, то есть в заправду. А и по-другому понять нельзя, как реальный совершающийся акт. Иносказательно здесь не обойдемся. Да, это не аллегория, не аллегория, не метафора. Это таинственная правда. И вот это протестанты отвергли. Они говорят, нет, быть не может. Почему они так говорят? Вы видите, протестантизм возник в эпоху появления рационализма новоевропейского. Это начало 16 века. И вот эта тенденция того времени, правда должна быть рационально объяснена. То, что рационально непонятно, нелогично, кажется уму человеческому невероятным, рассудку, то нужно отбросить. И вот поэтому таинства были отброшены. Они, может быть, нерассудочны, но они глубоко разумны. В них, как написано, что Христос дадут вам свет и разум. А они нелогичны. Мы не знаем, потому что никакая логика здесь не действует, как это хлеб может быть телом Христовым. Поэтому вот отвержение этого таинства, и они остаются, собственно, без... А ведь смотрите, какие обещания Христа для вкушающих Евхаристию, для причащихся. Он обещает в той же пятой, я сейчас не помню, или шестой главе Евангелия Теана. Он говорит, что тот имеет жизнь вечную, кто вкушает мое тело и мою кровь. Тот пребывает во мне, и я в нем. Того я воскрешу в последний день. И даже когда я был протестантом, я думал, а почему нельзя верить в это буквально? Но таково учение протестантов. Они в это не верят, потому что если они в это поверят, им нужно вернуться тогда в православие, к источнику. Тогда у меня вот такой вопрос. Ну, я, может быть, как-то не знаю, не совсем корректно скажу, мне становится несколько даже жалко протестантов. А с чем они остаются? То есть соединение со Христом в причастии отсутствует. Соединение со Христом... То есть, а это действительно вот те, кто, скажем, причащается подлинно, по-настоящему, не механически, не для галочки, кто это состояние действительно высшим образом переживает, он понимает, насколько это утешительно, насколько это, ну, это даже словами неизъяснимо. Тогда, то есть вот в причастии соединение со Христом отвергается, отвергается соединение со Христом в крещении. Вообще, в принципе, как таковые таинства, потому что отвергаются, ну, тот, кто... Тайно-совершителем официально по богословию, да, в богословии является, конечно же, Господь, Он совершает все таинства. Но отвергая священника, как того, кого Бог благословил, вот, передал определенную, делегировал определенные свои функции, да, это мы тоже находим в Священном Писании, вот, то есть отвергают, по сути дела, всю таинственную мистическую жизнь. С чем протестанты остаются? Ну, вот это очень хороший вопрос, действительно, с чем остается? Поскольку, скажем так, вот, грубо, каналы благодати перекрыты, да, потому что благодать приходит через таинство. То нужно найти... Человек в религиозной системе не может... Ему нужно чем-то это заменить, этот вакуум. Человек все-таки ищет какой-то связи с Высшим. Вот, поэтому это заменяется, в общем-то, такими вещами. Например, активными социальными связями внутри протестантской общины. Вот, душевными отношениями, совместной кипучей деятельностью. Вот, само по себе оно неплохо. Оно лишь не должно быть заменителем богообщения. Вот, также это заменяется какими-то психологическими штучками. Ну, например, в харизматических служениях там используется современная музыка, в том числе, ну, не тяжелый, но рок. Вот. То есть то, что различные другие стили, разные на самом деле стили, которые позволяют людям ощутить вот эмоциональную встряску. И им это нужно, потому что они этого хотят, потому что вот нету как раз, они не знают, что человек чувствует в православии, например, подготовившись к причастию, пройдя через исповеди, пройдя через таинство исповеди, подойдя к причастию. Вот нету этого. И поэтому вот этим психологическими и социальными душевными моментами это заменяется все. Ну, и также, ну, и также большое количество, большое значение уделяются учению. То есть много, очень много учений, различных семинаров, проповедей, тренингов, для того, чтобы вот эту... И само по себе это тоже хорошо, в церкви должно быть учение. Но вот, и эти учения постоянно новые появляются. Нужно постоянно придумать что-то новенькое, чтобы внимание, внимание, чтобы это интересненькое, чтобы внимание слушателя привлечь, удерживать, чтобы ему не наскучило, чтобы создавать ощущение, что он растет, он ему глубже... У меня вот тут вопрос просто возникает. Мы говорили о том, что предание отвергается, ну, а это же и есть формирование предания. Да, конечно. А как тогда? Это формируется предание, просто оно не освящено многовековой традицией. Оно просто... Предание современное. Современное. Ну, ему в зависимости от какой-то, ну, самым древним протестантским общинам, там, например, несколько столетий у них предания формировались. У каких-то это предание какие-то несколько лет всего лишь. Ну, конечно, когда приходит новый человек в протестантскую общину, в неопротестантскую, он сразу воспринимает их новое, модное, современное предание. Конечно же. Интересно. А жалко только, что это предание, оно вырабатывалось не святыми людьми, а обыкновенными, какими-то амбициозными, да, даровитыми, талантливыми, харизматичными по-человеческому лидерами. Но не людьми, которые доказали свою веру и святость и жизнью своей, и смертью своей. А вот есть какие-то авторитеты, на которых ссылаются? Мы ссылаемся на святых отцов. Для протестантов святых нет. То есть институт святости для них отсутствует. Святой только Господь, святой Бог, а все, что... С другой стороны, не совсем так. Они себя все считают святыми. Такое вот отношение к святости, оно один из... Да, это одно из значений, может быть, слова святости, но они на нем ограничиваются. Что если ты верующий, то ты уже святой, все. Точка. Ну, в принципе, об этом говорит апостол Павел, царское священство. Да, но это типично. Вот для протестантизма они только не берут какое-то понятие библейское во всей его полноте, но какой-то один аспект, который они поняли однажды, вот они его ухватили. И это понятно, раз утеряна традиция, отдельный человек всегда что-то меньше сохранит, чем вся церковь хранит. Вот поэтому... Да, есть авторитеты свои, конечно. Есть свои авторитеты. Их толкование писания для них авторитетнее, чем толкование писания других авторитетов. Вот. И протестантские конфессии, они очень раздроблены. Кстати, вот это последствия отказа от традиции. Традиция создает устойчивость историческую, баланс. Создает единство в хорошем смысле слова, не в смысле единообразия. А знаете, батюшка, не знаю, насколько нам время позволяет. Ну, совсем чуть-чуть осталось времени. Вот, кстати, хотя протестантские, вот особенно современные общины выглядят очень такими свободными, но именно в православной церкви я ощутил настоящую свободу. Свободу слова, свободу мысли, свободу решений. Я ощутил себя человеком, которым не манипулируют, которым не хотят навязать какой-то вывод со стороны. Юрий Григорьевич, спасибо вам за очень интересную беседу. Мы с вами продолжим следующую передачу, и, может быть, как раз с этого и начнем. А на сегодня мы с вами прощаемся, дорогие друзья, и надеюсь, вам было с нами интересно. Храни вас всех, Господь! Субтитры подогнал «Симон»!